Во второй день празднования юбилея района 5 октября театральная площадь Славянска-на-Кубани превратилась в сказочную страну. Здесь прошло самое зрелищное семейное шоу – городской конкурс «Парад колясок». За ярким действом наблюдали и наши корреспонденты Надежда Неткачева и Александр Косицын. «Парад колясок» – это веселый карнавал. Здесь коляски вместе с детишками и мамами превращаются в интересные и оригинальные образы. Все это великолепие – творение родительских рук. Мы приехали на этот замечательный праздник с нашей дочечкой. Мы всей семьёй очень сильно ждали этот праздник. У нас кукла Лиза рассказывает стихи, смеётся, поёт песенки. Вот такой необычный подарочек мы привезли на этот праздник. В роли архитекторов и дизайнеров выступили родители. Материалы использовали самые разные – от картона до живых цветов. От такого полёта фантазии под впечатлением остались все. Детские коляски стали не просто средством передвижения, а произведениями искусства. Подсолнух мы. Подсолнух – символ любви семьи. Это наше семя. Семечка пока одна. Очень часто мы проезжаем мимо на полях наших, видим подсолнухи. Как говорится, детей находим в капусте, а на кубани – в подсолнухах. Сегодня мы участвуем в параде детских колясок. Представляем нашего ангелочка. В нашу семью вот явилось такое чудо. Новая жизнь – это новый человек на нашей кубанской земле. Он будет приумножать богатство нашего края. Он будет достойным, я думаю, мы его воспитаем таким, членом нашего общества. Он будет замечательным патриотом нашей великой Родины. По красной дорожке одна за другой продефилировали необычные семейные пары со столь же необычными колясками-фантазиями. Приветствовал на театральной площади участников парада глава города Славенска на Кубани Александр Коновалов. Отрадно, что у нас есть такие прекрасные семьи, которые участвуют в интереснейшем конкурсе. Город живет, город развивается, строится. И самый главный признак того, что город успешный, развивается, это то, что уже в этом году у нас в городе появилось около 1200 маленьких жителей нашего города. Это больше, чем в прошлом году. Значит, город молодеет, расцветает и становится прекрасным. С праздником, дорогие жители! 14 участников собрались на главной улице города, чтобы продемонстрировать свои самые креативные и оригинальные детские арт-экипажи. Кстати, многие родители не только украсили коляску, но и сами преобразились в пиратов, любимых сказочных героев и новогодних персонажей можно было увидеть в этот день на городской площади. Оценивать необычные коляски жюри было сложно, поскольку работы всех участников оказались хороши и неординарны. Проигравших в этот праздничный день не было. Подарки вручили всем участникам парада. Но победитель все же определился. Главный приз парада колясок 2014 получила королевская семья Редновых, благодаря, конечно, их маленькой принцессе Алисе. Уже третий год подряд проходит вот такой праздник для всей семьи – костюмированный парад колясок. Это яркое событие в Жизнеславинске на Кубани стало хорошей традицией для родителей, гостей и жителей нашего города. Надежда Неткачева, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин